Доброе утро! Вы смотрите Вести Магнитогорск в студии Ксения Перчаткина. В Магнитогорске 204 семи получили бесплатные земельные участки. Напомню, согласно федеральному закону администрации муниципалитетов обязаны выделять землю под жилищное строительство многодетным молодым семям, обманутым дольщикам и лицам, проходившим службу в Чечне. Сейчас на очереди стоят более тысячи семей. Но те, кто уже возвел дома, справить новоселье еще не могут. Нет коммуникаций и появятся они не раньше, чем через 3-4 года. В планах это все есть, мы об этом знаем, мы это не забыли. Но поскольку идет первый удар, реализуйте, отдайте людям участки, потому что кому-то нужно подкопить деньги. Вода и тепло, наверное, не сразу нужно, все равно какое-то время построить дом нужно будет. А потом уже к моменту ввода в эксплуатацию здесь уже, по сути, должны быть наши сети и дороги. Тем временем в администрации составляют список участков уже на следующий год, а с февраля их начнут раздавать хозяевам. На первом месте сердечно-сосудистые заболевания, на втором – онкология. Таковы результаты диспансеризации за 10 месяцев. В этом году комплексные обследования должны пройти почти 77 тысяч магнитогорцев. 80% уже встретились с врачами. Первый этап диспансеризации проходят все, далее по показаниям с учетом жалоб пациента. 40% населения у нас страдает повышенным артериальным давлением. 40%. У нас большая выявляемость в плане онкологии. Причем в онкологии, в онкологии львиную долю, львиную долю у нас составляет заболевание злокачественное новообразование. Молочные железы на первом месте. Затем идет злокачественное новообразование у мужчин предстательной железы. По данным статистики, на диспансеризацию чаще всего приходят те, кому за 50. Между тем, по словам врачей, в рядах желающих пройти обследование хотелось бы видеть молодых. Ведь именно на раннюю диагностику хронических заболеваний и нацелена диспансеризация. Был начальником полиции в Магнитогорске, стал главой Агаповского района. Новый поворот в карьере Байдавлета Тайбергенова. Конкурсная комиссия из всех претендентов отобрала две кандидатуры. Местного предпринимателя Антона Кутузова и бывшего руководителя Магнитогорского гарнизона полиции Байдавлета Тайбергенова. Последние несколько месяцев он возглавлял районный отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Напомню, что до 9 декабря каждый муниципалитет Челябинской области должен определиться с именем своего руководителя. В Магнитогорске ищут актеров для Яролаша. Магнитогорский проект юмористических зарисовок о жизни детей, школьников и студентов будет реализовываться совместно с московским журналом Яролаш. В декабре планируется создать первые сюжеты. Для съемок нужны юные и молодые таланты от 5 до 25 лет. Нужно подготовить сценку, стихотворение, отрывок из басни или произведения. Кастинги пройдут в Магнитогорске 15 ноября, 21 и 22. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале Россия. Сегодня в Фершенпенуазе минус 2,4. В Киевском синоптике обещают до 3 градусов мороза. В Верхнеуральске 2,4, ниже нуля. В Магнитогорске преимущественно без осадка, в нем около 3 градусов со знаком минус.